Всем привет! С вами Александр Навасов и сегодня я вам покажу самые такие популярные тактики в CSGO. Наверное, вы о некоторых даже не знали, потому что это мои тактики, но я расскажу о самых популярных. Поэтому перед началом видеоролика обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и приятного вам просмотра. Итак, начнем с закупа. Как же мы закупаемся? Вот у нас в начале юсп. В начале мы ничего не берем, кроме юспа. Открываем магазин. И закупаем дифюзы. Все, закупили дифюзы. Все отлично, можно играть. Самая распространенная тактика это не А. Это вряд ли А будет. Это обычно Б. Так что самые такие опытные игроки изначально идут на Б. Так что идем на Б и сейчас будем показывать тактику. Ломаем окно. Так, самая популярная тактика это сидение здесь. Сейчас вам покажу где. Идем сюда. Стоим вот здесь. И вас здесь не видно. Все. И когда враги идут с Б, они ожидают... Ну, обычно стоят где-то здесь, здесь, союзники там, может где-то на шорту. Но здесь это маловероятно, что именно будет стоять кто-то здесь. И когда они выходят спинами к вам, вы спокойно можете их убить. Как-то так. То есть, если вы ровно будете стрелять и без промахов, то вы можете сразу всех убить. Но, возможно, кто-то поет Вандер. Но тут все просто. Вы просто берете и говорите, что кто-то в Вандере. И это никакое не ВХ получится. Вы можете еще... Нет, здесь не простреливается ничего. Даже не пробуйте. Иногда да. Иногда повезет, не повезет. Но лучше не тратить патроны. Потому что это пистолетка. Идете сюда, чекаете здесь. Запрыгиваете сюда. Вот вы видели, в два прыжка я запрыгнул сюда. Все, стоите здесь. Вот так вот притык можете даже встать. Если они действительно в Вандере, то вы можете их просто... Вот так они выходят. Вы их убиваете и вы выиграли раунд. В принципе, как-то так. Но если они пойдут через здание суда, вы можете еще чекать позицию МИДа. Но вряд ли они там будут. Самые распространенные это Андер. Итак, у нас второй раунд. И что же мы закупаем? Мы берем... И закупаем Эммочку. Эммочку закупили. И... Ну, это Эмперор. Эммочка это из нового кейса. Но это не важно. Так, у нас, например, Эммочка. Мы закупили Эммочку. Почему не АУ? Почему не какое другое оружие? Итак, мы с этой Эммочкой перемещаемся сюда. Итак, выбираем свою тактику. Если вы хотите рашить, то вы идете сюда. И для этого вам надо будет просто чекать это. Идете сюда. Коннектор. Но, если у вас АУК, вы можете встать сюда. И чекать ту позицию, кто выйдет на мид того убийца АУГа. Также на вас могут выйти с Андера. Для этого вы стоите сюда. Ждете врагов. Тут... Тут не видно. Тут реально не видно, кто здесь сидит. Вы спокойно стоите. Например, выходит один-два врага. Вы их спокойно убиваете. И меняете быстро позицию. Но не забывайте. Надо ходить не вот так вот. Не в пол смотреть. По карте ходить. Нет. Надо смотреть именно вот сюда. Как можно вот так вот. Посередине держать прицел. И чтобы у вас так было. Вот допустим. Вот я ничего не делаю. Вот у меня прицел нормально. То есть вот он. Ровно. Вот. Я вниз его не опускаю. И вот так вот играть. То есть не надо там вот так вот ходить. Нет. Убили, например, двоих уже человек. Один говорит то, что там на миду. Например, ССГ, которого сольет. Мы не идем туда. И другим тиммейтам тоже говорим, что не надо туда идти. И обходить его тоже не надо. Потому что самая распространенная позиция это ждать его на А. Потому что если он пойдет на Б, то возможно он будет в апартаментах. И его там могут встретить ваши тиммейты. Если они спрячутся, как я показал ранее. Или же они пойдут через пауз. Почему не через яму? Да, возможно они пойдут через яму. И надо будет чекать яму. Поэтому стоим здесь. И если есть подсадка, то можно подсадиться вот здесь как-нибудь встать. Но если подсадки нет. И если у вас осталось там 2-3 человека в команде. То лучше пусть вас прикрывает один челик здесь. И кто-то стоит на Б1. Но с таким расчетом, что один успеет добежать на Б, если это действительно будет Б. Но вы остаетесь здесь. Почему? Потому что здесь вы стоите вот так вот. Вы можете вот так вот. Видите эту щель? Вот так вот берете, стреляете. Видите? Пули не попадают в коробку, а попадают именно туда, в цель. Вот еще раз показываю. Вот я убрался. Видите? Сколько бы я не стрелял. Я стреляю в коробку. Вот если вот так устреляю в коробку, то стреляю в коробку. Если стреляю в эту полосу, вот она полоса эта. То видно, что никакие пули не попадают. Но сюда пули попадают. Вот там видно, что пули попали. Но и вас не видно здесь. Вас здесь не видно, потому что вы вот так вот, допустим, здесь сидите. Спокойно здесь вышли. Вот так вот взяли. Вот так вот постреляли. Четенько там куда-то постреляли. Если инфа, то что это палос, да, немного криво я стреляю. Ну да ладно. Инфа палос. Убили там кто в палосе. Возможно спрыгнет кто-то. Значит вы должны вот так вот сидеть. И если вас не обойдут, если вас не увидят, не услышат. То вы можете спокойно посидеть, пока заплентит человек. Или ждать, пока он начнет плентить. И его спокойно уже убить. Как-то так. Итак, сейчас рассмотрим тактику с гранатами уже. У нас есть граната, обычная граната. Есть флешка. Есть у нас огненная граната. Так, смотрите, что мы делаем. Изначально не надо ходить по карте и бросать гранаты. Потому что изначально из ямы выйти никто не может. Это вот прям вообще по таймингам невозможно. Так что те игроки, которые выходят и быстро так бросают гранату с расчетом, что там уже кто-то есть. Это, ну, маловероятно, что кто-то добежит так быстро сюда. И маловероятно, что в яму вообще кто-то пойдет рашить. Обычно там просто кемперят и ждет, пока враги там будут. Мы идем сюда. Мы идем вот сюда вот. Вот сюда вот. В эту часть карты. Идем сюда. И ждем. Ждем, пока будет враг. Когда враги там показываются, мы берем, кидаем эту гранатку туда. И вот так вот ровно ставим прицел. Вот так вот на этот угол. И кидаем гранату. Она залетает туда. Но, по идее, она должна была отскочить от стены и полететь в ту стену. Отскочить от нее и взорвать того, кто съедит за стенку. Это работает так. Сейчас, возможно, там остался след от нее. Сейчас покажу. Она взорвалась здесь. Возможно, да. Возможно, кто-то будет здесь проходить и ждать здесь уже. Чекать вот эту позицию там, кто стоит там. И, возможно, его как-то взорвет. Но те, кто стоят здесь, их тоже уроном занесет, если они здесь стоят. Потому что самая популярная позиция это здесь. И вот здесь вот те, кто там, не знаю, боятся там выйти на них убить там. Но, кто чекает здесь, их сразу убьют и все. Дальше. У нас остается гранаты. Это флешка. Флешку. Куда девать флешку? Вы не знаете, куда девать флешку. Куда ее бросать? Допустим, инфа то, что это нормальные профессиональные игроки играют. Прячутся именно здесь. Так что готовьтесь, что вас отсюда встретят. Обычно так уже на звездах делают. Так, дальше вы вышли сюда. Здесь враги не прячутся. Это маловероятно. Вообще невероятно, что они сюда придут вообще. Есть позиция такая. Есть позиция вот тут вот. Если они знают то, что вы в апартаментах, то они обязательно встанут здесь. И будут чекать эту позицию. Или же они спрячутся здесь. Но то, что они спрячутся здесь. Это, ну, возможно, да. Потому что здесь чекается эта позиция. И они выйдут сюда. Но вы спокойны. Если вы вышли спокойны. Если вы знаете, что там за этой стенкой стоят. Если вы убили этого, где стоял здесь. Если вы уже ждете его. То вы вот так вот выходите. Ладно, я вам еще покажу. Выходите вот так вот. И есть здесь окошко. Прыгаете через окошко. Зачем выходить через ту сторону, если можно выйти через эту? Спокойно выходите. Чекайте этого человека. И опа, убили. Все. Найс. Все нормально. Но, да, он может вас прочекать. И вас убить. Если вы знаете, что он на шарту, допустим. И вы хотите его, допустим, убить. Если вы знаете, что там на шарту последний ласт остался. И он там опасный с какого-нибудь АВП с калашом. Ну, не важно с чем. А вы стоите здесь. Вы вот так вот берете. Вот так вот садитесь. Вот так вот. Как-нибудь вот так вот. И вот так вот через эту щелку стреляете. Почему вот так вот? Потому что если это АВП, то у нее будет разлет. И вряд ли он попадет. Он попадет вот сюда. Он попадет сюда. Он попадет сюда. Но в вас это... Прям надо точно-точно стрелять. Вот так вот. Если вы сидите здесь, то есть, вы можете прострелить. Вот я стреляю. Вот я стреляю. И видите, то, что я стрелял. Патроны. Вот они. Вот они все мои патроны. Вот здесь они. Оказывается. То есть, стенка простреливается. Он не попадает. Он, например, с калашом. Стоит здесь, отбивается от ваших тиммейтов. Знает то, что вы там. Начинает вас стрелять как-то. У него получается, что он стреляет. У него разлет Он попадает в стенку В вас мало попадает Возможно там он снимает 20 хп Но все равно вы берете и убиваете его Как-то так Сейчас рассмотрим АВП Что делать с АВП Вот у вас есть смоук У вас есть только смоук и АВП допустим Все, юсп Ножик, АВП Все, больше у вас ничего нету Есть смоук По каким-то причинам у вас есть смоук Что вы делаете Вот так вот выходите Вот так вот спокойненько выходите Подпрыгиваете и кидаете вот сюда вот смоук Вот, все, он наверху И вообще Вот так вот Вас никто не прочекает Смоук наверху, как я это сделал Вы можете сами потом прочекать В замедленном действии Вы делаете так вот Подпрыгиваете И убиваете Ну если вы не так круто играете Ну допустим я в прыжке могу например Убить Не знаю как вы Но я могу в прыжке убить Если вы не можете То вы можете просто отсюда Откуда-нибудь Вот так вот Спрятаться Вот здесь вот Сейчас запрыгнул Запрыгиваете сюда Так вот сидите и ждете Вот здесь вот точно выйдут Вас не видно А вы А вы Видите его Но чтобы точно вас не было видно Вы можете вот так вот Как-нибудь сесть Вот так вот Максимально вот так вот Самая такая вот Моя любимая точка Это вот так вот Максимально сесть на эту коробку Вот так вот Типа И вас оттуда не видно Вот можно нож даже взять Вот так вот спрятаться Вас здесь не видно Видно только тем Кто Вот здесь вот будет И вы можете чекать Вот эту вот Вышку Я ее так называю Вы можете чекать Эту вышку Вы можете чекать Кто выйдет отсюда С меда Выйдет сюда Вы можете того убить И вы можете С АУП например Убить того Кто будет вот здесь вот Выходить Вы можете спокойно Прочекать Тетрис Кто на Тетрисе Сеет Потому что здесь Палются Это 100% Здесь палятся люди То есть это Самая такая Супер точка На которой Ну мало кто Конечно играет Но конечно люди На ней играют И здесь можно Набить киллов Выходите сюда Например С ямы кто-то выходит Убиваете с ямы Опять прячьтесь Чтоб вас не спалили Опять так же Максимально У меня сейчас почему Ага Вот так вот Вот так вот Все Берете опять ножичек Ждете Если у вас Настроено как у меня Если вы пользуетесь Моим конфигом То у вас со звуком Все нормально С прицелом Все нормально И вы можете играть Как я Плентит кто-то бомбу Спокойно ждете Пока заплентит Только что заплентил Возьмете У вас если Есть реакция Вы спокойно Вы убьете Идете Раздефюзивать И все И кстати ребят То что вы с ножом Дефюзите Это вообще Никакой Реакции не дает Вы так же Дефюзите Как и с пистолетом Как и с АВП Ну не важно чем От этого Дефюз не изменится Как у вас Если есть у вас Дефюзы 5 секунд У вас будет 5 секунд Если нету Значит 10 секунд Это от оружия Не зависит Бег Конечно же Зависит Остальное Не зависит Здесь у вас Аук И смоук Смоук Вы берете Вот так вот Так же Берете Прыгаете Кидаете сюда Он отлетает Туда И засмачивает Но что он засмачивает Он засмачивает Ту Полностью Сторону Всю лестницу Засмачивает И вы Спокойно Можете Играть То есть Туда никто Не проберется Так как там Смоук Яма уже Как бы На какое то Время Закрыта Окей У нас есть Аук Если мы идем Рашить То мы идем Рашить Если мы не Рашим А защищаем Позицию Значит мы Защищаем Можно встать Здесь И чекать Кто выйдет Из Палоса Это самая Такая крутая Позиция Для меня Здесь можно Сауга Набить Не знаю Сколько у вас Патронов Хватит Столько Киллов Сделайте Но Надо еще И чекать Кто выйдет С ямы Как чекать С ямы Вот так вот Можно запрыгнуть И чекать Яму Но вообще Это делается С тиммейтом Если тиммейтов Нету То постарайтесь Как нибудь Вот так Спрятаться Если Например Вругов Осталось Например Три человека Вы один Играете Один в три Как делать Вы сидите В секретке Они не знают Что вы секретке Но они проходят На А Но они не знают Что вы здесь Допустим Они спрыгнули Начали плентить Только они начали Плентить Вы быстро Хоба Вышли Одного Минусовали Допустим Второй там Стоит Второго И третьего Например Он там где-то Стоит Убили Третьего Все Все очень просто И ясно Ну Смотря как у вас Получится Какие у вас Противники Попались Если у вас Попались Какие-нибудь Калаши Конечно Такое Не прокатят Это говорится Именно про Звезды Звезды Первые Вторые На это ведутся Ребят Ну и Сильверы Итак Что делать Если у вас Только есть Револьвер Не знаю Почему Но только Револьвер У вас есть Ну допустим Ну и Смоук У вас есть Револьвер Смоук Что вы делаете Как с него Играть Вообще Револьвер Имеет Два Выстрела Это Длинный И Короткий Короткий У него Точность Немного Другая Допустим Если я вот Отсюда Буду стрелять Туда Я стреляю С дальнего И он стреляет Точно в цель Ну вот так Как у меня Такой конфиг А если я точно В цель Так же С Быстрого То В принципе Он точно так же Выстрелит Но прикол в том То что Допустим Если вы это Все быстро делаете И враг стоит То быстро Вот так вот Прицелиться Вы Конечно же Не успеете И вы Ну у вас будет Разлет пуль Видите У меня попало Куда-то сюда Сюда И вот сюда И даже Сюда попала Пуля Это С медленных Вообще Лучше стрелять Все таки Из длинных Лучше стрелять С длинных Стараться Револьвер Это такое оружие Где вы можете Эйс Сделать Вообще Очень быстро Например Враги Выходят Вы Раз Два Три То есть Это надо Вот так вот делать Смотрите Раз Два Три Допустим Сейчас Я не знаю Как вам показать Я не знаю На врагах Это испытывать Я сейчас Не хочу Я вам просто Так в теории Расскажу Выходите на них Допустим Они выходят На А Вы Раз Два Три То есть Два Быстрых Один Долгий Стреляете И старайтесь Держать прицел Посередине То есть Ни вниз Ни куда Потому что У вас разлет У вас будет Неправильный разлет И все такое Старайтесь Стрелять Посередине Потому что Вот так вот Вот Если вы моим конфигом Пользуетесь То у вас Все Ваши эти Будут ровные Смотрите Если я стреляю С быстрых То они Смотрите Вот так Они летают Они Вот У них разлет Я стреляю туда Она стреляется В другую сторону Вот доказываю вам Почему так не надо делать Вот я стою Вот Не смотрите На этот отрон Смотрите Я стреляю С дальнего Раз Два Три Ровно Прямо ровно 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 ведь Ну Ну Немного Ладно Но все равно Ровно Стоем так же И начинаем стрелять Вот я Я так же Навелся на эти патроны Раз Два Три Ну Четыре Пять Даже можно И вы видите Что с быстрых Патроны Патроны То вы Попадете Ну Конечно Не в хэдшот Но Раните Как Как минимум Противника Вы Раните И все Потому что Это точный Прям выстрел Это Не то что Например Вы Выйдите Например Вот так То же самое Но Но Разлет Вы видите То есть Если вы Пытаетесь Как то Убить Врага Лучше Длинным Стрелять Ну Как по мне Я длинным Пользуюсь Я так Не люблю Револьвер Но так Поиграть Нормально То есть Я могу С друзьями Поиграть Просто Поприкалываться Я стрелять С него Умею Переходим Дальше К оружию Любимое Это стрельба Снегива Вы Наверное Знаете Уже как с него Стрелять Но Кто не знает Я вам Еще расскажу Здесь Надо Зажимать Здесь Надо Зажимать Например Кто-то Выходит С ямы Вы просто Берете Вот у вас В разлет Идет Вы Стараетесь Вниз 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 И Попытаться Стрелять Ниже У вас Там Патрон 100 Как минимум Есть Чтобы Нормально Так Настроиться И начать Убивать То Что Люди Вот так Вот Как то Бегают С ним И пытаются Как то С него Убить Вот так Вот Выходит Например Начиная Стрелять У них Разлет Идет Эти пули Нет Снегивая Старайтесь Держать Прицел Ниже Вы Внизу Пришли Начали Стрелять Вот у вас Ровно Пошла Уже Стрельба И вы Ровно Стреляете И убиваете Врагов То есть Так П90 С П90 Наверное Все знают Как играть Сильверы С ним Играют Всем нравится Как играть Вы Вы Выходите Например У вас Сандера Идут Вы Вы Нормально Выходите Убиваете Того Кто Там Вандере Есть Выпрыгиваете Убиваете Того Кто Есть На Меду Например П90 Для того И сделан Что Он Для Сильверов Так И Играть На Нем Только На Сильверах То есть Да Он Четкий Да Он Нормально Стреляет Но Старайтесь Все Стрелять В Тело С С петуха Лучше В голову Не Целиться Пытайтесь Стрелять В тело Ну Посередине Стрелять Видите Я Держу Прицел Посередине А у меня Патроны Летят Вот так Вот Как-то То есть Если вы Стреляете То Если вы Хотите Кого-то Убить То Вот так Посередине Держите И у вас Само Пойдет Все Нормально То есть Старайтесь Так Вот Не вниз Конечно Не слишком Низко Но И не Слишком Так Потому Что Видите Вот Патроны Летят В другую Сторон Не по Прицелу Не по Прицелу Это Работает Это Вот Так Вот Сделано То есть Старайтесь Ровно В тело Попадать И все Не гонитесь За Хедшотами Не направляйте Если вы Играете С П-90 Не направляйте Никогда На голову Врагу Потому Что Я вам Говорю Это Разлет Пуль Маленькая Вероятность Что вам Повезет И вы Убьете Врага В хедшот Нет Такое Прям Маловероятно Так что Лучше Вот Как вы В тело Стреляете Так и Стреляете Потому Что Вот Вы Наверное Все таки Попадете В хедшот Я уверен Итак У вас Есть Дробовик Он Вообще ВМ Ну Вообще Не нужен ВМ На самом деле Но Если вы Хотите Кемперить А только Это Надо Делать С ним То Вы Кемперите Все Тут Нечего Просто Говорить Вы Просто Сидите Где Нибудь Кемперите Не знаю Допустим Здесь Если вы Играете На звездах На первых На вторых То это Прокатывает Враги Проходят Вы Хоба Хоба Сейчас У Новый Сделали Урон Сколько Это Там Единицы Не помню Сколько Но Смотрите У него Прям Четкие Выстрелы И Здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Патрон Летят Во врага И Лучше Тоже Стрелять В тело Потому что Вот эти Раз Два Попадут Именно В голову И вы Точно Убьете И Лучше Сидеть Просто Кемперить Ну Конечно Не Здесь Потому что Вас Убили Два Убили Допустим Нормально Если вы Вблизи Стреляете Я вам не говорю Что вы должны Сидеть Вот здесь Вы сидите Допустим Здесь То здесь Вблизи Все патроны Летят Куда надо Именно И вы можете Убить Как минимум Двоих Но вообще По идее Снова Играют Так Вы сидите Где нибудь Сейчас покажу На Б Потому что Я мало Показал Что на Б Есть Сейчас покажу Это все На Б Как работает Сейчас Разберете Вы стоите Где нибудь Здесь Вы не хотите Чтобы прошли В китчин И что вы Делаете Вы Стоит Здесь Но Нормальный Игрок Прочекает Эту позицию И Зайдет Вас Убьет Но вы Вы можете Когда враги Заходят Сюда Вы Раз Убили Ну Допустим Враг был Здесь И Два Убили Убили Двоих Патроны Прям Ровно Ровно Идут Здесь Это моя Любимая Позиция Здесь Здесь Реально Можно Отсидеться И Убить Врагов То есть Раз Два Сделали Допустим Спрыгнули И попытались Все таки Третьего Там Завалить Если Получится Ну Наверное Получится Но Лучше С этого Револьвера Попробуйте Ребят Реально Револьвер Хорошее Оружие Не знаю Чего Кто Обсирает Не знаю Кому Как Я умею С того Стрелять Из дегла Из револьвера Неважно Чего Новая Это Такое Оружие Что Можно И Здесь Сидеть Оно Универсальное Оно Хорошее Я Прям Прирекламирую Максимально И Здесь Стоите Можете Убить И Тут Стоите Можете Тоже Убить Урон Будет Офигенный Играйте С Новый Ребят Вот Это Оружие Кемперов И Вы Спокойно Можете Затащить Раунд Просто С С С Новый Ну Что Ребят На этом Наш Выпуск Заканчивается Наверное В следующем В выпуске Если вы Захотите Я Выложу Что Нибудь Еще Такое Прикольное По Прострелам По Всяким Как вас Научить Играть Попробую Уже На серваке Попробую Поиграть Показать вам Как это Все Работает На серваке Но В принципе Наверное Вы Поняли Как Играть И Вот Самое Главное Держите Пытайтесь Держать Ровно Прицел Не вниз Не вверх А вот Ровно Ну вот так Вот возможно Вот так Играйте Вот так Не слишком В центр Но и не слишком Вот так Вот так Вот играйте И нормально Вот играется Вот так И стреляется Тоже Пытайтесь Вот так Вот играть Не слишком Ровно Не слишком Ровно Но и не слишком Вверх То есть Вот так Вот Ну Вот так Стандартно Я играю Вот так Вот Вы, наверное, понимаете.